как вы поняли из названия речь пойдет о малюте скуратове точнее о последних днях его жизни а также еще будет много интересного и так как наши горе летописцы историки убивали малюту скуратова два раза давайте прочтем о том как скуратова убивали первый раз 19 военнопленных татарских вельмож содержавшихся в тюрьме он приказал он это царь иван грозный приказал убить и для выполнения этого назначил начальником своего приспешника малюту скуратова татары же узнав об этом и не ожидая ничего другого кроме стоящий перед глазами гибели и жалкой смерти пришли в отчаяние и твердо решили между собой защищаться пока смогут у каждого был скрытый в рукаве ножек нормально да у каждого ножек на зоне нормально когда вышеупомянутая малюта ворвался к ним с прочими приспешниками татары единодушно как рычащие львы начали энергично защищаться и каждый из них кинулся на предводителя приспешников малюта с ножом вставляете каждый значит 19 на 1 хотя он был в кольчуге нормально это же броня того времени кольчуга и они все равно пропороли ему живот то есть это были какие-то не перочины ножички детские а реальное оружие реальные клинки так что вытекли внутренности вы можете себе представить пропороли кольчугу пропороли живот так что выпали кишки татары защищаясь так ожесточенно сражались что четверо из приспешников пали от страшных ран а прочие отступили не сделав дело когда великому князю донесли об этом событии он тотчас послал 500 стрелков с пищалями и луками на помощь этим приспешникам против 19 татар нормально 500 против 19 они были со всех сторон осыпаны стрелами и прикончены пулями из пищалей и потом рассечены на части и брошены в реку известие вполне достоверно помимо разумеется фантастического числа стрелков по ходу здесь вообще все фантастика сразу же возникает вопрос а почему вот эти 19 татар не обыскали перед тем как посадить в тюрьму кто-то мне может сказать они же были не простые людьми вельможи именно поэтому не стали их обыскивать но тогда давайте я продолжу эту логику дальше если уж были они такие вельможи то логичнее бы ему предложить отдельный номер девочки фрукты но если их все-таки определили на зону то извините колющие и режущие вынь да положь напрашивается вопрос почему же пленники не стали расчищать себе дорогу к выходу имея такое оружие и зная наверняка что с ними произойдет после того что они сделали с аскуратовым для чего они сидят и ждут несколько часов где логика ведь каждый из них судя по словам наших историков это практически рэмбо то они хотят жить то не предпринимает никаких попыток к бегству и здесь я хочу вспомнить свой пример с логикой собакой который лает здесь логика напрочь отсутствует и здесь уже собака не лает а поет чистым соловьем хочу вам напомнить что вспороли ему живот в марте 1570 года что же произошло буквально через четыре месяца давайте прочтем москва не знала такого никогда от основания города бывало прилюдно казнили одного или нескольких человек порой к изумлению горожан лишалась головы весьма знатной персоны своей биографии великий город не удостаивался столь страшной резни какая случилась летом 1570 года за полдня больше сотни людей подверглись пыткам и казням в отношении этих людей григорий лукьянович скуратов бельский редкостно отличился как пыточных дел мастер 25 июля он собственноручно исполнял мясницкую работу малюта подбегает к висящему они висели на столбах и отрезает ему нос и садится на коня нормально да вот в марте ему самого выпустили кишки как он там выжил я не знаю может быть приложили поддорожник вот и он уже бегает режет нос и ездит на коне фантастика решил поинтересоваться делали ли у нас на руси операции на брошенной полости в середине 16 века поисков в интернете информацию раньше девятнадцатого века я ничего не нашел хотя может быть плохо искал давайте вам каратенечко за что как малюту убили во второй раз уже григорий бельский григорий бельский получил смертельное огнестрельное ранение в бою 1 января 1573 года лично возглавив штурм крепости в эйсенштейн ныне пайды для чего же историки решили убить малюту в 1573 году да чтобы подальше оттянуть дату от 1568 года от момента взрывов на самом деле он умер в марте 1570 года от полученной при расследовании радиации чтобы не дай бог ни у кого не возникло сомнений в странной и быстрой смерти продлили ему жизнь на три года я сейчас отвлекусь немножко от главной темы помните в своем ролике питер до взрыва 2 я говорил вам что слышал звуки земли в северном округе москвы вот случайно наткнулся на один ролик который подтверждает мои слова давайте немножечко послушаем вот ссылочку на этот ролик я вам дам под своим видео потом целиком его посмотрите он коротенький и а и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»